Идея довольно простая. Если ты занимаешься торговлей, мы тебе помогаем делать практически все, а лангкассу в Google Docs ты не подключишь. А к моему складу подключишь. В чем плюсы именно IT-бизнеса? Если ты будешь айтишником, будешь зарабатывать дофига. Первый миллион тратят на упаковку себя, на Майдемар-пике или на тачку. Менеджеры работают в моем складе, продавцы работают в моем складе, сотрудники бэк-офиса. Все хорошо в системе. Это как бы больше, чем просто сам склад. А что можно сказать, есть внутри склада. Около полутора миллионов регистраций и более 100 тысяч пользователей ежедневно пользуются сервисом Мой Склад. И для того, чтобы узнать, как развивается сегодня эта IT-компания, как она была создана, в чем заключается ее основной продукт и услуга, мы специально пригласили Оскара Рохимбердиева для того, чтобы можно было более подробно об этом пообщаться. — Да. Илья, привет. — Добрый. С мест в карьер, зачем ты создал этот сервис? Ведь существует очень много разных аналогов этого. Один С, который работает с 90-х годов, еще Excel тот же. Зачем ты это решил сделать? — Когда мы все это начинали, это было в 2007 году, но фактически в России не было такого удобного сервиса для небольших компаний, чтобы ты мог вести торговлю и пользоваться таким сервисом. Да, понятно, что Excel — абсолютно универсальная штука, можно что угодно делать, но неудобно. Понятно, что, естественно, куча продуктов типа 1С, они сейчас себя отлично чувствуют, но вот когда мы все это начинали, ничего не было в облаке вообще. А облако — это штука, но она сейчас на самом деле уже воспринимается как нечто совершенно обычное. Вот я думаю, если ты для себя будешь думать о том, какую систему выбрать, не знаю, там CRM, чтобы работать с контактами, ты, скорее всего, уже вообще не будешь рассматривать что-то необлачное. А в 2007 году все было наоборот, вот, и мы вот на все это посмотрели и подумали, ну нифига себе, совершенно огромная база потенциальных пользователей, там больше миллиона, может быть, даже два, и давайте мы сделаем что-то такое необычайно масштабное, нам будет приятно, потому что много пользователей, а пользователи будут рады, потому что мы к ним принесли новую облачную модель с Запада, этого у нас в России не было, а вот мы им принесем, и они будут очень сильно радоваться. Вот такая мотивация. В чем основная идея «Мой склад», то есть что он предлагает, так сказать, своим пользователям? Идея довольно простая, если ты занимаешься торговлей, то есть если ты торгуешь какими-то физическими товарами, может, что-то производишь, может быть, что-то импортируешь, мы тебе помогаем делать практически все, кроме налоговой отчетности, кроме бухгалтерии. То есть мы тебе позволяем вести остатки, мы тебе позволяем печатать чеки, мы тебе позволяем соответствовать всяким, если ты торгуешь товаром, который сейчас маркируется, это новая большая тема. Мы помогаем все это отслеживать в соответствующей системе. Менеджеры работают в моем складе, продавцы работают в моем складе, кассиры, сотрудники бэк-офиса, периодически собственник заходит, смотрит, как вообще дела идут, то есть вообще все хорошо, все в одной системе. Сегодня огромное количество банковских приложений, например, дают возможность аналитики. Это стало очень важной частью, то есть то, что цифры и какие-то метрики доступны. Вот вы, получается, даете возможность фиксировать, это можно сказать оцифровка, то есть оцифровка того, что происходит со складом и возможность делать какую-никакую аналитику для того, чтобы понимать, сколько нужно техники или сколько нужно помещения, площади, хватает площади или нужно расширяться, людей хватает, не хватает. Мой склад — это менеджмент только того, что хранится или менеджмент всего остального, таких вещей, как, например, RFID-метки. Это как бы больше, чем просто сам склад. А что, можно сказать, вот есть внутри склада? Мы пляшем от товаров. То есть все-таки основное — это товар, как он движется. И если ты это фиксируешь в системе, то у тебя вокруг этого вырастает всякая аналитика. На самом деле, вот самая такая большая головная боль — это то, что скачут цены закупочные. Ну, меняются курсы, меняются условия у поставщиков, и ты не всегда понимаешь вообще, по какой цене нужно продавать, чтобы для тебя в конечном итоге это было выгодно. Это первая вещь. И вторая вещь вообще, почему с того же самого Excel к нам приходят люди? Есть проблема хаоса. То есть вот у тебя есть два сотрудника. Вы какую-то табличку нарисовали, в онлайне ее расшарили друг с другом, работаете, в общем-то все хорошо. Потом появляется третий-четвертый человек, и с какого-то момента ты уже понимаешь, что все уже абсолютно непонятно, что на складе есть, сколько продали в этом магазине, сколько осталось в том, куда нужно довозить. То есть Google Docs не решает этот вопрос? Google Docs — это хорошая штука для того, чтобы стартануть. Она неплохая для того, чтобы работать в одиночку. Хотя там есть, на самом деле, некие усложнения, да, ну, ты знаешь, у нас там почти все в стране должны пользоваться онлайн-кассами. Онлайн-кассу Google Docs ты не подключишь, а к моему складу подключишь. Вот. Это вторая часть, на самом деле, такая большая. То есть первое — это ты хочешь разбираться, что у тебя в бизнесе. И вот здесь вот действительно, ну, один человек, ну, максимум два, хотя уже сложновато. Ты можешь в табличках, в онлайновских все это вести. Вот у тебя второй-третий человек, появляются сотрудники, партнеры, все, тебе уже нужно как-то это автоматизировать, причем желательно в облаке. А вторая вещь — это государственные штуки, вот типа касс, типа маркировки, потому что они, в принципе, требуют автоматизации. То есть здесь ни Excel, ни Google Docs уже не хватает, здесь нужен какой-то софт, который позволяет тебе со всем этим работать. Мнения бытует. Я не знаю, как это, потому что не строил эти компании, что мало специалистов, которые выходят готовыми с института. И получается, нужно адаптировать. Как вы вообще работаете именно с новичками, с новыми специалистами? Как вы делаете адаптацию? Слушай, ну, на самом деле все стандартно. То есть у нас где-то, наверное, соотношение 70 на 30. То есть 70 к нам приходят уже, ну, скажем так, готовые специалисты с опытом где-то еще. Тем более, там у нас более-менее стандартный стэк технологический, поэтому никакой экзотики нет, в общем-то. Это встречается. А 30 — это действительно приходит, там, относительно нового или без опыта, вот именно в нашем стэке. Вот. Ну, вот такой баланс мы как бы поддерживаем. А дальше стандартно. Начинается с простых задач и постепенно, постепенно, постепенно. Почему сегодня инженеры, вообще вот инженеры и люди с инженерным образованием, многие уходят в IT и становятся программистами, там, бэк-энд программирования, фронт-энд программирования? Почему вот так? Слушай, здесь, наверное, опять же, у меня стандартный ответ, как бы, который состоит из двух частей. Первое — это то, что, во-первых, это интересно. То есть ты можешь создавать новые продукты. И я уже говорил, чем хорошо IT, тут все время что-то меняется. У тебя там каждые пять лет что-то новое, ты не закисаешь. Второе — сейчас очень большой спрос, на самом деле, с финансовой точки зрения. Это выгодно. Работать IT-шником — это хорошо. Это, знаешь, как там, ну вот, не знаю, 20 лет назад было круто быть юристом, там, финансистом, кем-то еще. А сейчас явно это уже некий переизбыток. И сейчас, наоборот, не хватает именно IT-шников, технических людей. Поэтому, когда сообразительный человек после школы думает, а куда бы мне пойти? То есть, помимо того, что, ну, естественно, есть какие-то там склонности, хочу тем и тем заниматься, он, если как бы человек рациональный, смотрит, а сколько я смогу зарабатывать? То есть ты будешь айтишником, будешь зарабатывать до фига. Из-за того будут бегать работодатели, а не наоборот. Сколько в среднем, примерно, вот у вас специалисты, которые уже опытные зарабатывают? Ну, зависит от уровня. То есть, если не брать руководителей, ну, до 250 месяцев. Понял, здорово. Что нужно точно знать во взаимодействии с IT-специалистами для того, чтобы достичь желаемых результатов, потому что это же такой контингент, так называемый? Ты знаешь, мне самому, конечно, проще, потому что я бывший айтишник, наверное, остался во многом, это люди логические. Вот, то есть, как бы, есть больше упор на какую-то эмоциональную штуку, да, вот, а есть логическую, то есть, как бы, ты должен, если ты что-то предлагаешь, как бы, или споришь, ты должен аргументировать. То есть, если ты показываешь цифрами, что вот так будет лучше, окей, то есть, ну, и 99% — это вот абсолютно такие рациональные люди. Вот в этом плане мне достаточно просто самому. Есть сервисы, которые, они для крупного бизнеса, для среднего бизнеса, то есть 100 лицензий, 500 лицензий, 1000 лицензий, 10 тысяч лицензий. Ваш сервис, он скорее для ИПшников, для микробизнеса, для ремесленников даже в том числе, то есть у кого есть какой-то склад. Можно прокомментировать, то есть, почему вы это делали как продукт для тех, кто в том числе только-только начинает предпринимательство, в том числе их интерес учитывали? Ты знаешь, во-первых, это интересно — делать именно массовый продукт. То есть вот для нас было интересно не делать какие-то внедрения под конкретных заказчиков, доработки и так далее. Массовый продукт сделать в каком-то смысле сложнее, потому что ты делаешь такую, условно, коробку, которая работает одинаково для всех, и если ты не угадал, то эта коробка особо никому не нужна. Это первое. Второе — это то, что малому бизнесу действительно сложнее всего. То есть ты стартуешь, у тебя куча всяких головных болей. И вот если мы даем такую возможность, по крайней мере, одну из головных болей, связанную с автоматизацией, снять, то это позволяет чувствовать, что ты делаешь некий полезный продукт, некое полезное дело. Более того, ты совершенно верно сказал, что вот даже для ИПшников, для совсем таких даже не микро-нанобизнесов сервис подходят. Вот мы достаточно давно уже работаем, фактически 12 лет, но в какой-то момент поняли, что вот у совсем таких маленьких ребят они нам платить не будут. То есть мы делали какие-то смешные тарифы за 240 рублей и за 400 рублей в месяц, но смотрели, то есть там приходят люди и уходит какой-то чудовищный отток. И мы в какой-то момент решили, что у этих ребят, во-первых, нет денег, во-вторых, у них другие задачи, поэтому давайте мы им дадим просто бесплатный тариф, на одного сотрудника, это ограничение принципиальное. И мы поняли, что вот у этих ребят, когда они только начинают, ты один вообще, ты один ИПшник, соответственно, владелец бизнеса, ты продавец, ты закупщик, ты менеджер, ты вообще все. И у тебя куча головной боли, у тебя нет денег, и моему складу ты платить особо ничего не будешь. Поэтому вот для них мы сделали такой инкубатор, тариф вообще бесплатный. У него есть ограничение, конечно. У него есть ограничение то, что это строго на одного пользователя, но мы как бы взращиваем такую вот базу новых бизнесов на этом бесплатном тарифе, и потом потихонечку они конвертируются. Но это на самом деле называется классический фремиум. А потом, когда эти ребята растут или к нам уже приходят в состоянии, когда все, у нас бизнес вырос, какой-то хаос, бардак, мы вообще не понимаем, что происходит. Вот здесь действительно любимые пользователи, ну, наверное, даже до сотни сотрудников, вот там сотни сотрудников, пять-десять розничных точек. С одной стороны, у них уже есть проблема в том, чтобы все это вместе синхронизировать, а с другой стороны, они еще не такие здоровые, чтобы за миллионы рублей заказывать под себя какие-то кастомные разработки. Когда у вас только-только началось развитие, вот в 2007 году, вообще облаку не особо доверяли. Да. И главный вопрос, который был, зачем я буду свои цифры, там, движение товара, куда то отдавать, ведь неизвестно, кто к этому подключится и так далее, то есть вопрос безопасности состоял. Да. Как сейчас вообще с этим? Сейчас сильно лучше по двум причинам. Первая причина, во-первых, то, что облака становятся стандартом, ну, и ты уже скорее боишься где-то у себя на компьютере в тумбочке локально хранить данные, потому что кто оттуда может на флешке все это скопировать, абсолютно неизвестно. Это первое. А второе и самое главное, облакам очень сильно помогло государству. Потому что, когда пошли проекты с онлайн-кассами, проект сейчас идет с маркировкой товаров, то онлайн-касса значит то, что у тебя в режиме реального времени данные по твоим товарам, названия товаров, цены, все уходят в ФНС. Поэтому, если параллельно ты эти данные хранишь в каком-то облаке, в моем складе, предприниматели это уже больше не волнуют. А кроме того, для того, чтобы онлайн-касса нормально работала, на торговой точке нужен интернет. Соответственно, раньше, кстати, это тоже было большой проблемой, может быть, даже большей проблемой, чем то, что не доверяли хранить данные в облаках, то, что вот мне нужен интернет, чтобы нормально работать. Ну вот, в какой-то момент, да, государство сказало, у тебя должна быть онлайн-касса, пожалуйста, организуй себе в магазине интернет, иначе ты работать легально не сможешь. Соответственно, это тоже очень сильно облакам в России помогло. Для того, чтобы сформулировать УТП компании, ну, то есть вот ее уникальное торговое предложение, ее оффер, можно назвать, то есть уходит года обычно, чтобы понять, что мы делаем, для кого мы делаем, что делает мой склад и для кого. Мы помогаем малому бизнесу бороться с хаосом, и вот после того, как он победил хаос, он может дальше расти. Скажи, а на кого вы ориентировались, когда делали юзер-интерфейс? На кладовщика, на бухгалтера, кассира, на директора компании? Хороший вопрос. На самом деле, делали для людей. А люди разные, у них разные роли. Поэтому, например, вот у нас есть приложение, опять же, касса для Android. Вот в этом приложении работают, естественно, кассиры. Оно абсолютно отличается от приложения для руководителя, который может посмотреть на свои продажи в приложения для айфона. Совершенно разные профили, разные люди, соответственно, разные приложения, разные интерфейсы. Сколько у вас сейчас уже есть разных приложений? То есть помимо самого основного продукта? Пара, помимо основного продукта, по два приложения на каждую из платформ. Android и iOS. У вас идет постоянно доработка продукта, соответственно, есть отдел разработки. Хочется узнать, сколько это человек вообще на сегодняшний день. И ты сам их возглавляешь? Или есть какой-то технический директор и директор по продукту? Ну, сам бы я не смог, у меня бы просто не хватило времени. Поэтому у нас есть CTO. Олег Алексеев – это сооснователь сервиса. У нас всего сейчас в компании примерно 130 человек. И чуть меньше половины – это отдел разработки, 60 человек. То есть это довольно много. То есть понятно, что под CTO они делятся уже на отдельные команды. Как там в Agile считается идеально человек семь в команде. Был момент, когда вы переходили… Ну, то есть вот это проектное управление, то есть когда вы переходили на Agile? Ты знаешь, на самом деле, действительно, это было самое сложное. Это было в начале 2016 года. Потому что, ну, ты понимаешь, постепенно растет компания. Сначала у тебя есть, например, работают четыре сотрудника. И тогда вообще все абсолютно идеально. Разработка росла, 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 росла. И это был по-прежнему один отдел без команд. И когда там уже появилось, ну, я считаю, всех вместе. Разработчики, Куа, продакт, дизайнеры и так далее. Когда уже стало больше двадцати человек, и они сидели под CTO, то есть стало понятно, что дальше это уже так не работает. То есть нужно переходить на отдельные команды. А для того, чтобы отдельные команды нормально работали, нужно внедрять некий процесс. Ну, мы взяли некий аналог Scrum. Наверное, Kanban, можно его взять. Там стандартная работа по двухнедельным спринтам. Вначале что-то делаем. Есть Team Lead, есть Product у команды. То есть классическая структура. И, наверное, это было самое сложное. Потому что вот если бы мы с самого начала такую структуру формировали, это было бы лучше. А вот где-то человек двадцать-двадцать пять переформатировать, запихнуть новые процессы. Ну, когда ты приходишь и говоришь, ребята, а теперь у нас будут ретроспективы. А люди уже работают несколько лет и говорят, ну, какие ретроспективы, что это вообще за фигня и зачем это нужно. Вот потом, на самом деле, через много месяцев, когда уже приходят новые сотрудники, команды растут, и оказывается, что вот такая структура, она нормально масштабируется. И вообще это в целом все уже по-человечески работает. Потом оказывается, что да, оказывается, ретроспективы – это полезная вещь. Оказывается, планирования работают. Оказывается, спринты помогают нам понимать более-менее, что у нас будет в следующие две-четыре недели. Оказывается, это все довольно удобно. Как ты видишь вам сейчас, как компании, стрельнуть, чтобы со ста тысяч пользователей там ежедневно вырасти на миллион? Что вы для этого делаете? Это очень хороший вопрос. Ну, во-первых, действительно хочется постоянно расти. Ну, не ради, наверное, цифр, а ради того, что это показывает, что этот продукт полезный, что как бы он развивается, и новые пользователи приходят. Здесь есть две вещи. Во-первых, мы сейчас хотим попробовать не в России запуститься. То есть первое – это Штаты. Вот мы сейчас как раз запускаемся, локализовали сервис. Он внезапно в англоязычном варианте называется MyStore. Вообще это довольно интересно, потому что мы долго об этом не думали. Потому что очень быстро росли. Ну и сейчас, на самом деле, быстро растем в России. Вот за счет всех этих госинициатив и так далее. И просто не хотелось распыляться, смотреть на западные страны, на какие-то еще другие страны. А вот в прошлом году, когда мы уже поняли, что пора попробовать, я начал смотреть, что есть там, в частности, на рынке США. Это было очень прикольно, потому что, во-первых, мы никогда особо не смотрели на то, что там происходит. А сервисы, которые есть, они очень похожи на мой склад. То есть такое вот параллельное развитие. Второе направление – это то, что у нас действительно бизнес очень сильно сейчас обеляется. И бизнес очень сильно загоняют в системы, ну, государственные информационные системы. Там уже столько раз про кассы говорили, я уже несколько раз про маркировку говорил. И это означает то, что все, в Excel уже вести бизнес нельзя. Поэтому становятся больше пользователей, они к нам приходят в том числе в России. В России миллион мы вряд ли наберем, потому что, по большому счету, у нас в России, ну, плюс-минус 2 миллиона малых бизнесов. Из них половина занимается торговлей, то есть это потенциальная аудитория моего склада. А остается миллион, ну, миллион – все 100% мы вряд ли выберем, потому что все-таки есть другие продукты. Оставшуюся часть этого миллиона, вот ты нам сейчас задачу поставил, да, миллион пользователей, вот, будем уже в других странах набирать. С Мишей Токовининым, АМСРМ, с Славой Ушениным, Global Intellect Service, мы говорили в основном про кейсы внедрения. И в вашей сфере, то есть кейсы внедрения, и именно опыт вот этот внедренческий, и эти микродетали последовательности шагов, разные подводные камни, которые есть во внедрении, они являются очень важными. Хотелось бы узнать, как вы этим занимаетесь, вот, чтобы чуть-чуть больше. У нас немного другой подход. Вот мы стараемся уйти от внедрений, вот мы стараемся дать стандартный продукт со стандартным набором процессов, насколько это возможно, и скорее научить пользователей в нем работать. То есть у нас немножко другой, более такой массовый подход. Угу, понял. То есть вам интересно делать небольшие проекты внедрения, а вам интересно лучше оцифровать каждую мелочь в виде там… И потом обучать. Потом просто обучать, говорить, вот смотри, у нас есть такие и такие возможности, ими можно пользоваться вот так вот так. Выбирай то, что тебе нужно. Да. Это видео уроков каких-то? Это есть видео, потом у нас есть живые менеджеры, которые работают с новыми регистрациями. Вот они сидят, их порядка 25 человек на самом деле, и они связываются с каждым новым лидом и говорят, вот, если у вас есть вопросы, мы вам покажем онлайн-демонстрация по скайпу, давайте обучим. То есть это не продажа, это действительно обучение. А как у вас работает поддержка? Вот как с этим? Потому что, я помню, один из основных офферов AmoCRM был, что это стала первой CRM-системой, которая 24 часа в сутки там отвечает на звонки. То же самое 24 на 7 – это для нас, наверное, еще более важно. Потому что, опять же, давай вернемся к кассирам. Вот я владелец магазинчика. У меня есть два смена кассира. Когда перестают печатать чеки, рано или поздно это происходит, хотя бы у тебя бумага закончилась. Я не хочу, чтобы мне звонили. И я хочу, чтобы звонили в сервис, которым я пользуюсь. Поэтому, ну, достаточно давно уже мы сделали 24 на 7 – это действительно важно. Как эксперт в сфере оцифровывания торговли и учета складского, хочется спросить, какие последние несколько нововведений есть, которые важно учитывать всем предпринимателям или тем, кто тут планирует начать свой бизнес? Ну, я бы советовал что-то узнать про маркировку. Потому что это очень масштабная и довольно сложная штука. Ну, если в двух словах, идея заключается в том, что когда ты производишь какой-то товар, или когда вводишь, возишь, импортируешь, тебе нужно будет на каждую диницу, ну, вот, например, сейчас идет маркировка обуви, на каждую коробку нужно наклеить, условно говоря, уникальный номер. Там, на самом деле, довольно сложный код, его там надо считывать сканером, но, в принципе, основное – это то, что каждая коробка будет пронумерована, и потом при помощи информационной системы государственной государство сможет определять, куда какая коробка поехала и где она в итоге была продана в розницу. После того, как она продается в розницу, дальше уже не трекается, то есть как ее носит эта обувь, пока неизвестно. Вот. Но вся эта информация, она должна попадать в государственную информационную систему и на этапе продажи, на этапе производства ты заказываешь эти коды и так далее. То есть, ну, грубо говоря, у нас давно уже довольно работает эгоиз – это маркировка алкогольных, алкогольной продукции. Вот сейчас примерно то же самое раскатывается, ну, практически со временем, практически на все другие товары. И это важно, у нас с тобой сейчас не очень много времени, это сложная тема, но я просто очень советую посмотреть, почитать по этой теме. Чтобы изучить маркировку и нововведения законодательные, в том числе, в этой части, это можно сделать при помощи вашего сервиса? То есть, у вас есть какие-то статьи про это? То есть, как хочешь? Да, можно сделать. Мы, на самом деле, много про это пишем, много видео снимаем, всякие вебинары, вот на нашем канале, кстати. Вот можно потратить где-то час-полтора посмотреть последний вебинар, и ты, по крайней мере, будешь знать, что тебе нужно делать, вообще как все это работает и так далее. Вот, то есть, мы здесь стараемся образовывать, потому что темы действительно достаточно замороченные. А еще мы стараемся рассказывать про какие-то базовые вещи, про которые малый бизнес не знает. То есть, ну, ты будешь смеяться, ну, например, вот как считается себестоимость? Ну, есть такое там понятие «средняя себестоимость», «пифо» и так далее. То есть, на самом деле, вот мелкие предприниматели для многих это какая-то интуитивная штука. И вот, то есть, надо рассказывать достаточно базовые вещи. То есть, мы действительно не только говорим, вот на какую кнопку нажать здесь и здесь, а как посчитать, сколько тебе прибыли приносит один клиент, там, как посчитать себестоимость, как посчитать себестоимость определенной продукции. То есть, вы даете формулу, можно сказать? Ну, мы, скорее, логически, да, объясняем. Вот, да, есть такая формула, а почему она именно такая? И почему ей надо пользоваться? Что это тебе вообще, в принципе, даст? Хотел расспросить чуть больше про тебя самого, Аскар. Как вы с Олегом Алексеевым, твоим партнером, пришли к тому, чтобы создать этот сервис? Как вы увидели, что вот это на десятки лет может быть интересным проектом? Ты знаешь, мы не увидели, что вот именно конкретно эта идея выстрелит, потому что я относился, ну, довольно трезво к нашим возможностям, потому что мы до этого бизнесом не занимались, ничего не стартовали, и поэтому было абсолютно точное понимание того, что вот есть облака, что-то новое, и вот оно выстрелит сто процентов. С нами, без нас, ну, неважно, это точно будет. По поводу именно моего склада, то есть я как бы оценивал, что, наверное, вероятность того, что что-то получится, это процентов 10. Она действительно была небольшая. Более того, мы очень удачно стартовали в 2008 году, там был кризис, если ты помнишь, как раз такой хороший, качественный, даже лучше, чем в 2014-2015. Тоже не сильно помогло, на самом деле, там оборот торговли, он вот так вот вниз шёл. Какая автоматизация, какие облака, вы что? Ну вот фактически два-три года мы работали там на грани выживаемости, и потом, вот начиная примерно с 2010 года, оно сначала медленно пошло, потом быстрее, быстрее, быстрее. И вот тогда, да, стало понятно, да, оно выстрелило. Это, видимо, такая история достаточно надолго. Хотелось бы вот для предпринимателей от тебя услышать, то есть, какой-то твой путь, твой экспириенс в построении костяка, на котором зиждется вся остальная компания. Что является самым главным, что нужно учитывать из твоего опыта? Ты знаешь, наверное, вот есть люди, которые готовы вкладывать какой-то экстра эфорт. Ну, дополнительные усилия, время, хотя от них этого не требуется. И практика показывает, что вот когда компания растет, ну, какие-то руководители постепенно отделов, направлений вырастают. Они как раз из таких людей получаются. То есть, кому не все равно. И на первом этапе это какая-то не финансовая абсолютно вещь, может быть, даже не моральная. То есть, просто вот кому-то очень хорошо, хочется сделать свою работу хорошо. Вот по опыту это так. То есть, у нас практически все руководители, с очень небольшим исключением, они взросли именно внутри компании. Причем приходили иногда даже с опытом смежным, иногда даже без опыта. Это не так важно. В чем плюсы именно IT-бизнеса? В IT интересно то, что там все очень быстро развивается. Давай, вот если мы мысленно вернемся, там, минус 10 лет, 2009 год, вообще все было абсолютно по-другому. 99-й даже говорить не надо. Если тебе нравится, когда все меняется быстро, это хорошо. А минусы... Слушай, мне сложно сказать. Мне нравится IT-бизнес, поэтому я даже не сформулирую. Ты сказал, что вас инвестировало 1С. Расскажи, почему. Я думаю, им хотелось иметь, ну, фактически в своем портфеле облачный продукт в этой сфере. В сфере автоматизации торговли. Причем это интересная история, потому что там есть определенная внутренняя конкуренция. То есть мы в чем-то, да, мы конкурируем с 1С-скими продуктами, потому что они их перенесли в облако, на самом деле. Сейчас 1С есть в облако, она нормально там работает. У нас в команде было 4 человека. У нас был офис там, ну, метров 10-9, да, может быть, меньше. Вот, там приехал Борис Георгиевич Нуралиев. Там с командой посмотрели. Ну, вроде, ребята нормальные, давайте оформлять сделку. И это нам в свое время очень сильно помогло. То есть мы выросли, наверное, раз в 10 примерно за год. Это тяжело, конечно, было. Но действительно, то есть мы росли достаточно медленно, вот органически. Уже мы тогда окупались потихонечку, но смогли выстрелить именно благодаря вот этой сделке. Это было в конце 2010 года. Сегодня молодежь, так скажем, 15-25, те, кто могли бы стать руководителем IT-компании завтра, то есть сделать какой-то сервис, очень многие выросли уже в контексте потребительского общества. То есть вот этого постоянного потребления, скорости, фаст-фуд-лайф, вот все, что с этим связано. И первый миллион там тратят на упаковку себя, на часы какие-то там, Адемар Пике или на тачку. И вот получается, то есть твоя история же, она совсем отличается. Как ты работал вот с деньгами? Потому что первые вот эти годы, то есть когда вы там стартуете с маленького офиса, очень важно, что если у человека жена, которая пилит, что ей нужна норковая шуба, или он эти там 150 тысяч инвестирует в то, чтобы дальше развивать свою компанию. И в принципе, насколько кто-то так и останется щипачом там, на уровне 300-500 тысяч в месяц, например, или станет, ну, как ты руководителем, там, совладельцем компании, которая, ну, имеет большой потенциал, развивается, там, имеет стабильность, и станет зарабатывать там, 2-3-5-10 миллионов в месяц. Зависит очень сильно от того, насколько человек правильно себя самого загоняет в рамки определенного бюджета на жизнь. Слушай, две части. Во-первых, я не согласен с тем, что молодежь пошла какая-то не такая. Она абсолютно нормальная. Может быть, она в чем-то лучше, чем... Ну, смотри, у меня вот, например, это поколение, там, людей, которым было, там, 20 с чем-то в 90-е годы. И тогда, скорее, какие-то материальные штуки, это было важнее. Ну, потому что понятно, 90-е годы не самое хорошее время. В общем, было достаточно тяжело. И поэтому, ну, наверное, у меня тоже, знаешь, вот какие-то стандартные вещи, что ты должен, там, не знаю, машину купить совершенно обязательно, ты должен, там, переехать жить в каком-то правильном месте, что-то еще. То есть для меня вот в какой-то момент времени это было очень сильной мотивацией. А мне кажется, современные хипстеры, условно, да, они гораздо меньше на эту тему парятся. И, опять же, вот мое поколение 90-х, это вот во всяком случае в свое время, это было тебе важно получать какие-то вещи. Мне кажется, для современных хипстеров важно получать какие-то ощущения. То есть вот я съездил куда-то, я там, не знаю, я это запомнил, я это пофотал, это здорово, мне это очень нравится. Вот, это первое. А второе, ну, здесь я, естественно, просто о своем опыте могу рассказывать, что, ну да, есть какие-то вещи, вот там материальные, ты галочки ставишь, вот как бы есть, 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 есть. А потом, ну вот у кого-то, наверное, эти галочки идут дальше. И этим людям отчасти завидую. Потому что, если у тебя как бы, ну, например, уровень твоего счастья зависит от ежемесячного дохода, ну, это же вообще прекрасно. Тебе жить легко, ты можешь планировать свою жизнь. Вот. А мне в какой-то момент, ну, перестало это играть какую-то роль, потому что, ну, тебе как бы хватает достаточно, можно не задуматься о каких-то материальных вопросах. Вот. И тут, к сожалению, можно начать задумываться о смысле жизни. Это такая опасная вещь, да? Вот. И поэтому, ну, это просто для меня вот все эти материальные уровни, там, с какого-то момента стали не сильно важными. Аскар, вот, касаемо статей и видео, в которых вы просвещаете, про склад, онлайн-кассу, про маркировку, для того, чтобы можно было про это узнать больше и кому-то подготовиться к открытию своего дела, кому-то навести порядок в большей степени. Вообще, где это все можно найти? Самое простое. Я дам тебе ссылку и зрители смогут по ней регистрироваться, будут получать новые видео, статьи, ну, и доступ к самому сервису. Мне видится сегодня из нашего диалога, что строительство стало очень важной составляющей. И вот этот кибермир новый, то есть виртуальный мир, в котором можно решить огромное количество вопросов и сотни тысяч часов разработки, которые вы положили там на то, чтобы вашей командой, то есть взять и сделать этот продукт, этот сервис, я думаю то, что это достаточно сложно объяснить словами, можно только его потрогать. Поэтому то, что я со своей стороны буду делать на выступлениях, помимо того, что я всегда там на сцене и там на коучингах рекомендую всем, с кем я соприкасаюсь, посмотреть, как работают сегодняшние сервисы. Наряду с рекомендацией попробовать кнопку, я буду рекомендовать попробовать мой склад для всех, у кого есть то, что они складируют. Потому что вы сделали такую классную штуку, вот, например, этого почти ни у кого нету, а у вас есть, что человек может зайти и просто как юзер испытать этот опыт, как это все работает, попользоваться этим. И если там ему это все понравится, он уже подключит к этому сотрудников и уже внедрит это полностью. Поэтому вас благодарю за то, что вы сделали этот сервис достаточно открытым и возможным для того, чтобы потестить. Потому что мне это сэкономит очень много времени, потому что можно было бы сказать, ребята, вот ссылка, пробуйте. Ну, желаю вам успехов и процветания в развитии инструмента, который вы делаете, и чтобы вы как команда, чтобы вы как команда сами кайфовали от того, что вы создаете, то есть от фидбэка, который получаете со стороны пользователей. И вот этот выход на мир, мне кажется, что это потрясающий вызов. И знать то, что есть компания из России, которая сделала мировой продукт, это стоит того, чтобы жить. Спасибо. Спасибо за приглашение. Надеюсь, твоим слушателям будет интересно. И agradeира вам я вам к счастчем. て phusus. спасибо за просмотр! Субтитры создавал DimaT